О своем трудовом достижении дружная бригада 24-го шагающего экскаватора в один голос говорит ничего особенного и добавляет, было бы что грузить. Хороший забой появился и обмен состав очень быстро к отвалу близко, поэтому просто так и было получилось. Андрей Мороз впервые сел в кресло машиниста шагающего экскаватора в 1984 году. Уверяет свою профессию, не променял бы ни на одну другую. Залогом производственных успехов, не раздумывая, называет заботливое отношение к технике. Мелкие ремонты по упрыжи, по электрике, по спискам, что у нас разрешено бригаде делать, мы сами делаем. Бережим технику. Когда нам меч ломается, следить за состоянием экскаватора. Вовремя неисправности исправлять, чтобы они в крупные не перерастали. Внутри шагающий экскаватор, словно небольшая фабрика. Здесь электроника, гидравлика, сложное электрическое хозяйство. Множество другого оборудования. Управлять исполином весом в 700 тонн – дело непростое и ответственное. Здесь без взаимовыручки не обойтись. Взаимодействие обязательно и понимание. Подготавливаем смену сдать, чтобы человек пришел и не мучился, не скакал с места на место. А пришел, спокойно сел и работал. Находясь от железнодорожного состава на расстоянии в десятки метров, машинисту нужно аккуратно погрузить скрышную породу в думбкар, не повредив его борта. Ковш вместе с грунтом весит без малого 30 тонн. А еще в обязанности машиниста-экскаватора и его помощника ходит прокладка дороги для шагающего исполина. Груженным ковшом набираешь ковш, вывешиваешь метров пять от земли и резким выпусканием пробиваешь трассу. То есть дорогу все добиваешься? Для того, чтобы машина на будущей отшаге не проседала. Один за всех и все за одного. Это про нас, говорит бригада 24-го шагающего экскаватора. Грамотная организация работы, опыт, наставничество, надежная опора на плечо товарища. Четкое соблюдение всех инструкций и требований промышленной безопасности. Верные и слагаемые, благодаря которым горняки добиваются высоких производственных успехов, внося свой вклад в общий успех Михайловского ГОКа. Продолжение следует...